Слава Богу, братья и сестры, за милость Его, за то, что утро для нас было добрым, потому что Бог обновляет милость свою, приходя к нам каждое утро. Может, мы не замечаем этого, не обращаем внимания, но Он приходит, Он не спит и не дремлет, хранящий Израиля, хранящий искупленных людей. У нас сегодня праздник и внешне отличается, да, но по сути у нас такое же служение, мы благодарим Бога все время, мы ищем Его лица в молитвах, мы хотим услышать именно Его Слово, что Он нам скажет. И в первой молитве мы, как обычно, будем благодарить, просить благословения на служение, вообще на дальнейшую нашу жизнь, и будем в частности благодарить то, что Петр нам напоминает, что Бог дал нам все для жизни и благочестия. Мы дышим, не замечая, мне недавно было тяжело дышать, не хватало воздуха, ты понимаешь, что хочется вдохнуть, а некуда. И сразу понимаешь, когда дышишь себе и не замечаешь, что насколько это благо, мы пьем воду, говорят, что в кранах не очень, но есть бюветы, но мы ее пьем. Это дает жизнь. Люди селятся всегда, селились возле воды, и Киев возле воды, потому что хорошая речка была. Это необходимо для нашей физической жизни. Бог нам дает пищу для тел наших, хлеб. Это всегда было, в Израиле еще и вино было. Это был символ достатка хлеб и вино. И есть нам за что благодарить. Я хотел бы обратить наше внимание сегодня на то, что объединяет всех христиан. Это Иисус Христос, Слово, Слово Божье. Когда-то коснулось наших сердец, кто уверовал, кто родился свыше. Когда-то это Слово коснулось меня. Это есть чудо Божье. Чудо Божье. Меня братья вчера спрашивали с реабилитации, сколько я за Богом ушел. Я говорю, так я не шел, я и шел от Бога. И случилось чудо, когда Бог коснулся сердца, я обернулся и пошел за Богом и иду. Успешно, где-то, может быть, не очень, но иду. Бог явил нам Себя. Мы не могли попасть на небо. Но Бог открыл небеса для нас. Сошел с небес. История, когда Иисус ходил по этой земле, у Него просили, ну, я думаю, не все люди, но некоторые просили чудес и знамений. Исцеление, это пятая глава, или даже пятая глава, да, где исцелил человека, который 38 лет лежал возле той купальни, и не было кому туда занести, в эту купальню. На его глазах исцелялись люди, когда ангел возмущал эту воду. И исцелил. И шестая глава начинается с того, что люди видели чудеса, и множество людей ходило за Ним. И взгляд Иисуса привлекло множество людей, которым в пустынном месте зашли за Ним, и не было чего есть. Чудо! Он кормит этими хлебами, такое множество людей, накормил, и когда перешел в другое место, они Его искали, и туда за Ним пришли. И вот шестая глава говорит о том, что... Ну, интересный момент. Они идут за Ним, потому что видели чудеса, да, и просят еще знамений. И когда пришли к Нему, я читаю с 25 стиха, шестая глава Евангелия Теана. «И найдя Его на той стороне моря, сказали ему, Равик, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Братья и сестры, для нас это слово, иногда мы за материальным идем, за тем же хлебом, да, а то, что Бог сделал в нашей жизни, мы иногда на второй план у нас уходим. Я вспоминаю брата, и он где-то 2000 год был, Бог в его жизни творил чудеса, просто чудеса творил. И он потом мне как-то говорит, у него постоянно какие-то там, ну, тяжелые у него, старт такой был тяжелый, не знаю, как сейчас у него своя фирма, вот, а тогда было тяжело, и он с таким страхом говорил, «Игорь, ты знаешь, Бог столько в моей жизни творил, а я, бывает, когда мне тяжело становлюсь на молитву и начинаю со словами, «Боже, если ты есть». «Как же есть?» Ну, сам себе он говорит, «Как же есть, когда уже столько всего, всего в жизни твоей произошло?» И он это говорил со страхом, потому что, говорит, человек вот так вот становится тяжелой, и ничего, кроме своей проблемы, он в жизни не видит. И Иисус обращает внимание людей, что «Вы ходите за мной, потому что ели хлеб и насытились». И 27 стих, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». И люди спрашивают, и так сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть, это первый шаг наших дел – веровать в Иисуса Христа, веровать в Слово Божие. Бог сказал. Бог сказал. Когда-то стояли молодые люди, двое из двенадцати, которые осматривали землю обетованную. Осмотрели. Да, подтвердили все, что земля хороша, но десять были испуганы. Испуганы были, и худую молву распускали, и говорили, что кто мы, мы как саранча в их глазах, и в своих такие же мы. А двое сказали, что не было проблем у них. Бог сказал взять, пойдем и возьмем. Бог сказал, все, никаких проблем не должно быть, будет тяжело. Один из них, Халев, он уже 85 лет, по-моему, говорит, «Я крепко меч держу». Прошло время, 40 лет, там лицо прошло. Он говорит, я твердо в руке меч, пойду и возьму то, что Бог мне обещал. Потому что Бог сказал, Бог их отметил, на них был дух иной. И я читаю ниже, на это сказали ему, какое же, ты дашь нам опять знамение просить, чтобы мы увидели, поверили тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даст вам истинный хлеб с небес». Мы сегодня его имеем. Истинный хлеб с небес. Слово Божие, которое питает, укрепляет наши души. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И 35 стих, на который еще обратить внимание, Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Я есть хлеб жизни. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться, братья пройдут, будем молиться за воду, за хлеб, за Слово Божие и за благословение Божие. Чтобы Бог благословлял, чтобы Бог открылся нам, и чтобы мы слышали Его, слышали Его Слово. Много будет слов звучать, проповедники будут говорить, мы много размышляем, но очень важно, то, что именно Бог скажет, и то, что отложится у нас в сердце. Зато мы возьмемся, и оно уже наше будет. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...